Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат, и снова мы на сайте ЧСКОМ, и снова ежедневная тактика. Поехали! Так, я решал такую позицию, тут, насколько я помню, ход фирш g5 работает, да? Фирш g5, дальше король h8, слон g7, ну и что здесь? Слон f6, да, насколько я помню? Слон f6, далее король f8, фирш g7, да, так, а вот такую позицию я точно не помню, может быть, даже решал, но точно не помню сейчас как. Да, не решал, точно не решал, пока память не подводит, поэтому ищем ответ самостоятельно. Так, ну, g2 здесь пункт ключевой, но пробивать сразу не получается. Что можно сделать? Какая здесь угроза? Можно сыграть фирш g3 или фирш f4. Так, фирш g3 как-то более плотно, король h1, и решающего ничего не видно. Фирш f4. Можно, в принципе, даже сыграть король h1 и фирш f2, но фирш f2 тоже ничего не дает. Вот эти два хода, фирш f4, фирш g3, король h1. Какой маневр дальше? Может быть, сыграть просто фирш f4, ладья g3? Фирш f4, король h1, ладья g3. Развит ладья h3 и фирш h2 мат. Или ладья h2 мат. Ладья g3, да? Ну что, можно сыграть фирш f6 шах. Причем шах этот единственный, а другой защиты я не вижу. Так, на этот шах мы можем отойти просто на h5. И шахов больше нет. И защиты тоже не видно. То есть фирш f4, король h1, ладья g3, да? Как защищаться? Ладья h2 не дает ничего, он бьет и фирш h2. А шах единственный на c6, это король h5. Шаха на e8 нет. Шаха на f3 тоже нет. Если мы дадим шах на f3, то бьем и ладья h3 мат. Ну пробуем. Так, первый ход верный и ладья g3. Да, и король h5, самый точный ход. Так, ага. Ну тут нужно брать ладью. Так, еще такой ход прилетел. Ну тут надо точнее, потому что можно и мат получить. То есть король h4, там фирзи f6. Это все как-то все как-то немножечко не то. Смотрим. Видите, белая защищается изо всех сил. Мат уже грозит на h2 и мат на h3. Поэтому тут нужно точнее. Король h4, фирзь f6. Если сыграть фирзь g5, то будет мат. Фирзь h8 и фирзь бьет h5. Так, а если побить на h3, то фирзь h8 все равно. И это тоже будет мат. Поэтому король h4 ходить совершенно нельзя. Король g5. Вскрытый шах. Вскрытый шах. Тоже неприятно. Так что бьем тогда. Приходится бить. Если он бьет в ответ, то тут уже можно сыграть просто король h4 и шаха на f6 нет. Все прекрасно. Поэтому бьем. Да, ну и дальше на взятие просто король h4 и шаха больше нет. Так. Вот тут уже нас атакуют. И нужно как-то защищаться. Фигурпу равно хочется пробить эту ладью. Наверное, так и нужно действовать. Но что дальше? В чем с додумка черных? Фирзь f3, но это не то. Конь f3. А вот в ходе конь f3, да, наверное, главная идея. Или ладья f3. Если ладья f3, то ферзь g2, ладья h3, слон h2. Так. Еще какой вариант есть? Там вообще не видно варианта. А если конь f3, то тоже ферзь g2. Странно. Ну, явно нужно бить. Ну, давайте попробуем. Да. Ну и что дальше? Грозит отход ладьи на h3, это будет мат. То есть, если здесь играть не ферзь g2, то просто ладья h3 и это мат. Куда бы не отошел ферзь. Поэтому ферзь g2 нужно обязательно играть. Почему нет? Так. А что же здесь? А, может быть, контратака ферзя на e4? То есть, как-то конь f4 пойти. Конь f4 или конь d4 даже, да? Давайте конь d4. Да. Ну, тут понятно. А ферзь g2 почему нет? Так. Взял, взял. Если ферзь g2 сыграть, в чем проблема? Ну, я забрал на h3, защитили слон h2. Все-таки лишняя ладья здесь у белых. Лишняя ладья. Ну, какая здесь тактика? Непонятно. Попробуем спросить честбейс. Итак, действительно, ход конь d4 здесь единственно верный. Почему? Потому что на ферзь g2, ладья h3, слон h2 есть такой ход, как конь f3. Черные угрожают побить на h2. И большие проблемы здесь у белых. Позиция проиграна. Ну, а после конь d4 все четко. Мы атакуем на поле e4 ферзя. Одновременно атакуем двумя фигурами на f3. И здесь у белых лишняя ладья. Поэтому недорешало. Так, идем дальше. Ну, здесь правильно коль d4. Так, а что здесь? Тут король у нас на e7 под прикрытием пешек. Но, наверное, главный мотив это использовать стесненное положение черного ферзя. Как это сделать? Хочется сыграть как-то ладья b6 и конь b3. Но конь b3 не сыграешь. Он связан, тем более конь на a4 зависает. Ладья b6 хода, конечно, нет. Хорошо. Тогда конь b6 есть хода. Напали на ладью. Ладья a7. Ладья a7. Правда, есть ладья b7. С идеей конь b6. Ну, давайте сначала конь b6, ладья a7. Что дальше? Ладья a7. Ну, какой-то слон g4 еще есть ход. Так. Все говорит о том, что нужно сыграть ладья b7 и дальше или конь b6 или слон g4. После ладья b7. Появляется ход конь b6. И это выигрыш ладью. Если... А как играть-то? Ладья b7, конь b6. Как играть? Непонятно. Если сыграть ферзь d8, то конь b6 и ферзь c8 хода нет. Да, не знаю. Ну, давайте попробуем ладья b7. Так, хорошо. Ну, и что теперь? Просто конь b6. Просто конь b6, да? Конь b6. Ну, и что, и все. Слон c8, правда, появляется. Кстати, да, слон c8 ход интересный. Слон-то уже развязан. Конь b6, слон c8. Взяли-взяли. Взяли-взяли. Это не то. Так, конь b6, слон c8. Можно, конечно, отойти ладьей, но тогда конь потерян будет. Можно сыграть просто слон g4 в этой позиции. Слон g4. Слон c8. Взяли-взяли. Потом ладья f7 как-то. Ну, слон g4 хороший ход. Выменять слона. И дальше сыграть конь b6. При ферзь b3 тоже ход интересный. Ферзь b3 тоже интересный ход. Но дело в том, что уже конь под боем на a4. Нужно считать ход слон a4 или ферзь a4. Кстати, на ход слон g4 уже слон a4 есть ход. Ферзь b3, ферзь a4. Взяли на b8. Взяли-взяли. Тут ничего нет. Хитрый ход. Король d8. Конь b6, слон c8. Ничего тоже нет. Трудности с задачей. Трудности. Слон g4. Слон a4. Слон g4, слон a4. Если сыграть, может быть, действительно конь b6. Слон c8. Взяли на c8. Король c8. Ферзь b3. После ферзь b3 нет хода хорошего ферзь d8. Разве что. Ну, может быть даже, да? Может быть. Конь b6, слон c8. Взяли-взяли. Дальше. Ферзь b3. И как развязываться? Если конь d7, то слон g4. Там очень сильный белопольник будет у белых. Ну, то есть формально после ферзь b3 раздит слон g4 и ладья бьет b8 с лишней фигурой. Как развязываться? Конь d7, снова слон g4. Связка. Ферзь d8. Ну, а что ферзь d8? Просто слон, то есть ладья f7 и ферзь b7. Не знаю. Попробуем. Да, бьем. Теперь он бьет и ферзь b3. Если других тут нет никаких возможностей. Но конь a8 это не туда. Конь a8 совершенно не туда. Выигрыша ферзя здесь никакого нет. Давайте попробуем. Да, решено. Но, видимо, так как я и думал. То есть король c8, дальше ферзь b3 и слон g4. Давайте тоже удостоверимся на честбейс. Ну, вот честбейс нам тоже показывает, что в этой позиции единственный верный ход конь c8. Король c8 и правильный ход этого ферзь b3. Ну, дальше честбейс, вернее, честком не вводили ходы. Потому что, видите, ферзь b3 намного сильнее. Но выигрывает и ладья f7 и ферзь b1. Видите? Поэтому, конечно, самое точное. Ферзь b3 с идеей слон g4. То есть, можно сказать, что в позиции я разобрался. Так. Ну, идем дальше. И последняя на сегодня позиция. Тоже такая довольно запутанная. Видите? Много фигур. Такое хитросплетение фигур. Клубочек на королевском флаге. Атакован конь. Конь на f5 защищен у черных. Поэтому, видимо, придется ходить конем с f6 куда-то. Напрашивается ход. Конь h7. Но это слишком как-то просто. Может быть, какой-то ход типа ладья f4. Вот ход ладья f4 мне нравится. Дело в том, что если бить ферзем, мы побили слоном. Бьет конь. И здесь мы бьем на f5. Все разрушается. А если брать конем, и это главная идея, ферзь f5. Под нападением конь на f4 грозит скрытый шаг. И нужно сказать, что там очень тяжело будет. Черным, потому что на король g7 есть какой-то ход даже. Конь h5. И брать на f5 нельзя, ввиду взятия на f1. Ладья f4 мне нравится. В темпе блица я бы так сыграл. Но давайте еще проверим варианты. Ладья f4. Можно, конечно, сыграть ферзь h3. Ферзь h3. Ну и дальше коня держать. Но что держать? Его все равно нужно взять. Ферзь тоже атакует белый этого коня. Нет, так по виду действительно такой серьезный удар ладья f4. И ничего здесь не сделаешь. Но основной вариант какой? Конь f4, ферзь f5, да? Ну а если ладья просто отойдет на e1 и будет грозить матом, там есть прямой выигрыш. Скорее всего, это основной вариант. Ладья f4, конь f4, ферзь f5, ладья e1. И нужно доказывать выигрыш. Слон-то связан. Кстати, выигрыша может и не оказаться. Выигрыша может и не оказаться. Уж как-то мало слишком фигуру белых в атаке. Ну, что тогда? Ладья f4, конь f4, ферзь f5, ладья e1. Если брать на f4, то это мало. И вообще нельзя на f4 брать ферзем, потому что связан слон. И будет потеря ферзя. Поэтому нужно какой-то делать вскрытый шаг. Это обязательно. Давайте посмотрим. Конь e4, например. Конь e4, вот так. Так, что дальше? Если сыграть просто король g8. Просто король g8. Конь далековато. Не нравится мне это. Какой еще вариант возможен? Конь h5. Конь h5. Король g8. Тоже трудно наладить взаимодействие. На ферзь g5, конь g6 будет ход. Да, не получается. Ладья f4, конь f4, ферзь f5. Ладья f4. Ладья е1. Конь h7. Король g7. Тоже не то. Да, не удается мат поставить. Видите? Ладья f4 ход, видимо, не тот. Лужный след, так называемый. Может быть, нужно сыграть сначала как-то конем, а потом уже ладья f4 оставить про запас. То есть, может быть, тогда просто сыграть конь h7 и потом ладья f4. Чтобы уже наверняка обидно f5 с шахом. Конь h7. Конь h7 ход такой, мягкий достаточно. Конь h7, конь h5, конь e4, не то конь e4 совсем. Ладья f4, конь f4, ферзь f5, ладья е1. Конь, 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 конь g4 тогда. Да, конь g4 более симпатична. Почему? Потому что на король g7 есть ход ферзи f6 и там мат на h6. Вот, это уже работает. Это уже работает. То есть, конь g4, да? Хорошо. А если король g8 хотя бы даже? Тогда шах на h6. Если король h8 мат на f8, а если король g7, шах на f7 ничего не даст. Шах ничего не даст. Так, ладья f4, конь f4, ферзь f5, ладья е1. Так может быть, просто не пытаться мат поставить, сыграть, например, конь h5. Просто сыграть конь h5. Король отошел. И забрать себе аккуратненько на f4 ферзю. Если ладья бьет на c1, мы бьем ферзем на c1. Правда, там есть ферзь f5, хуй. И конь на h5 выигрывается. Да, тут тоже непонятно. Я хотел просто получить две фигуры за ладью. То есть, ладья f4, взяли на f4 конем, ферзь f5, ладья е1, конь h5 шах, король отошел. Ферзь f4, дальше ладья c1, но вынужден бить. Ферзь f5, король отошел, ферзь h5. И тут еще далеко не ясно. Лишняя пешка есть, конечно, но это не то. Но это совсем не то. Ладья f4, конь f4, ферзь f5, ладья е1, конь g4, король отошел. У меня аж f5, король отошел. Да, не срастается. Так, 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 так. Так. Может быть рискнуть. То есть, мы можем сыграть ладья f4, взяли на f5, конь е4 может быть. Тогда если король е8, то шах, отошел на f7, шах, отошел на g6, шах. Да. Не знаю, попробую все-таки сыграть ладья f4. Уж очень мне нравится эта идея. Да, неверный ход. Так, а какой же верный? Какой же верный? Просто отойти конем тоже не то. Ну, забрать пешку. Да. Простой ход, конь g7. Ну и что дальше? Конь g5. И что? Что здесь? Непонятно. Конь е6 какой-то ход может быть. Ну так, а... В чем идея? Фезе f6, что ли? Слон g5. Непонятно совсем. Давайте попробуем на чесбейс тоже разобраться. Ну, тут странная очень ситуация. Посмотрите. В этой позиции к небольшому перевесу белых идет конь бьет h7. Ну, то есть тут о строчке не идет и речи. И видите, что ход ладья f4 все-таки мой не проходил, потому что на взятие, взятие не ход ладья е1. Ну, кстати, в случае ладья е1, здесь компьютер показывает, что все-таки конь е4 выигрывает. Посмотрите. Куда бы не ходил король. Давайте на е8, ферзь c8. Король сюда, теперь сюда. А теперь король g6 и ферзь е8. Да? Что дальше? Король g7, ферзь е7. Если король g6, то вот этот мат. Этот мат я видел в расчетах. А если ходить сюда, то тогда вот такой мат. Да? Интересно. Ну, а если в этой позиции играть... Да, ну тут уже некак играть. Если сыграть так, то это тоже не спасает. Ферзь d8. И дальше на король f7, конь d6. А на король g7, ферзь е7. То есть это очень интересный вариант. И этот вариант выигрывает. Но проблема в том, что на ферзь f5 есть ход fd3. Очень простой ход. Меняются фигуры. И здесь у белых просто проиграно. Потому что если отойти конем, то идет связка по первой линии. И белые проигрывают. Вот. Поэтому ладь f4 ход привлекательный. Но он не годился. А конь h7. Да. Это в принципе неплохо. Как там дальше было? Конь f бьет h4. Тогда конь g5. Дальше конь e6. Ферзь f6. Я думал так, да? Но на коне e6 уже задача заканчивается. Ведь у белых плюс. Но, честно говоря, решающего какого-то продолжения совершенно не видно. Вот, например, ферзь f6. Защищаем коня. Здесь лучший ход ферзь d3. Но, честно говоря, видите, неубедительная задача, как по мне. Тем более, что на конь fh4 сильнейшим ходом, вернее, на конь h7 сильнейшим ходом является ладья e1. И тут тоже еще нужно доказать, что у белых большой перевес. А большого-то, в принципе, и нет. Тут плюс 1.14. Это не так и много. То есть вопросы, конечно, вызывает эта задача. Но так или иначе все-таки не решим. Так, смотрим, что дальше. Видимо, это последнее. Так, ну давайте еще раз прокрутим. Так. Что тут? Шаг. Конь e6. Ну, совсем не очевидное решение. Да, все сегодня. Ну, вот так. Видимо, в рейтинге потерял. Но ничего страшного. Учимся и продолжаем далее. Спасибо за внимание. До свидания.